Я хочу сообщить о своем решении, которое принял для бельских врачей. Причем не только для врачей, я сейчас говорю для врачей, которые сегодня стоят на передовой. Президент Молдавии Игорь Дадон сказал, что он стоит там при молении. Хочу ему сказать, что на передовой сегодня стоят врачи, медицинский персонал, это я имею в виду медицинских сестер, санитарок, которые на самом деле сегодня рискуют своим здоровьем для того, чтобы спасти сотни людей. И к сожалению эта цифра с каждым днем растет. Поэтому мною было принято следующее решение. Понимая, что врачам нужно помочь сегодня. Сегодня город Бельце, так как мы сегодня были с инспекцией буквально час назад и посмотрели еще одно здание, в каком оно у нас состоянии находится, в каком состоянии палаты для пациентов, условия для врачей и так далее, были приняты следующее решение. Значит, за апрель месяц врачи, работающие с пациентами, инфицированными COVID-19, не надо, уважаемые, любимые врачи, ждать, чтобы вы заболели и тогда получить то, что заявил Дадон две недели назад, 16 тысяч людей. За апрель месяц вы от меня лично получите, каждый врач будет получать одну тысячу долларов США в месяц, каждая медсестра будет получать сумму 400 долларов в месяц, и каждая санитарка будет получать 250 долларов в месяц. Сегодня это то, что я принял решение сделать для бельских врачей. Да, сегодня из-за тех же проблем, которые мне создавал и пытается создать сегодня Дадон, вы прекрасно знаете, что есть проблемы с бизнесом, на которые кое-какие Дадонщики очень жестко и серьезно повлияли. Они смогли повлиять, поломать бизнес, но они точно не смогли сломать меня. Поэтому сегодня понимаю, что нужны большие деньги, зарплата, которую я получаю, может покрыть только одного врача, и то на это не хватит. Значит, я принял решение сегодня продать свой автомобиль Rolls-Royce. Деньги, которые я получу с продажи этого автомобиля, я оплачу работу врачей в Бельцах, медицинского персонала и медсестер и санитарок, я про это уже говорил, я призываю сегодня объединиться всех экономических агентов, потому что сегодня есть экономические агенты, которые работали при Воронине, при Плохотнюке, при Филате, сегодня есть экономические агенты, где даже небольшие фирмы в стране, кто-то может закрыть, каждый из них может закрыть кто-то, то же самое сделать для врачей в Сороках, а сейчас лукрусфи организатор пентру доктори, что тот, чьи есть корресунт имплекас, он спитал у Динкахул, речь идет о Камрадской больнице. Ребята, давайте объединимся сегодня все и выйдем сегодня из этой ужасной ситуации, которая у нас сегодня сложилась, только плечом к плечу. Я всегда говорил о том, что я готов пожертвовать всем, что у меня есть, потому что в 2014 году, когда я вернулся в Молдову и начал тогда политический проект, или через что мы пришли, вы знаете, я сказал, что у меня есть мечта сделать все для того, чтобы люди у нас в стране стали жить лучше. И это моя прямая обязанность как патриот этой страны.